Здравствуйте! Смотрите, это программа в центре событий в студии Дарьи Давыдова. Смотрите сегодня. Здесь танцуют, там тренируются. В поселке Солнечный зреет скандал. Власти хотят объединить спорткомплексы, центр детского творчества. Тренерский штаб готовит заявление об увольнении. Нет предела совершенству. В Сургуте прошел второй слет молодых педагогов. Вектор Роста. И первая игра, первая победа. Баскетбольный клуб Университет Югра вырвал на домашней площадке победу у московского МБА. Лучше тратиться на это. В правительстве региона утвердили перечень приоритетных расходных обязательств, которые стоят перед муниципалитетами Югры на ближайшие три года. Всего список включает 13 направлений. В частности, это строительство жилья, развитие здравоохранения, ЖКХ и спорта, поддержка инновационной и предпринимательской деятельности в городах и поселках. Обязательства в ХМАУ выполнят в соответствии с госпрограммами и региональной стратегией развития 2030. Реализовать задачи поможет округ. Объем софинансирования из бюджета Югры составит от 5 до 50%. Сейчас идет процесс подготовки бюджета автономного округа. Мы основные проектировки бюджета уже рассмотрели на комиссии по бюджету. В середине октября состоятся парламентские слушания по этому вопросу. И затем в Думу автономного округа будет внесен бюджет, проект бюджета, который будет содержать объем финансовых обязательств по тем направлениям, которые мы сегодня определили. Приоритетное направление социально-экономического развития автономного округа основывается на ежегодном послании президента Российской Федерации, Федеральному собранию и стратегических документах развития отрасли. Все приоритетные направления включены в государственные программы автономного округа. Отмечу, что доходы региональной казны в этом году выросли на 818 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Югры. В окружном правительстве вместе с тем утвердили изменения в проект денежного документа. Дополнительное финансирование направят на улучшение жилищных условий, развитие здравоохранения, образование ЖКХ, поддержку сельского хозяйства, а также социальную поддержку граждан. В правительстве региона также утвердили меру дополнительной поддержки неработающим пенсионерам Югры. Таких в регионе сегодня больше 220 тысяч. Выплату получат все неработающие пенсионеры региона, а также те, кто прожил в ХМАУ больше 15 лет, а после переехал в Тюменскую область. По данным Департамента социального развития региона, к этой категории относятся 8 тысяч человек. Пенсионеры Югры получат ко дню округа к 10 декабря по 1 тысяче рублей. Проживающие в Тюменской области – 650 рублей. Гражданам никуда ходить не надо. Материальная помощь поступит на банковские карточки или на почтовое отделение в зависимости от того, где обслуживаешься человек. В Солнечном появится спортивно-культурный центр. Дело в том, что администрация сельского поселения приняла решение объединить спорткомплекс «Солнечный» и центр досуга и творчества. Процесс слияния начался еще в начале этого года. Сейчас же один спортзал отдали под центр детского творчества. И итог – львиную долю тренировок просто негде проводить. В администрации говорят, это вынужденная мера, тем более она оказалась экономически выгодной. Финансово-экономическое управление сделало расчеты, которые позволяют нам оптимизировать расходную часть бюджета сельского поселения «Солнечный» в случае, если произведем слияние этих двух учреждений. На сегодняшний день это объективно правильное решение. Родители ребят, которые занимаются в учреждениях, бастуют, а тренеры готовят заявление об увольнении. Дети уже всерьез подумывают о том, чтобы бросить занятия. Почему? Расскажем сегодня в вечернем выпуске программы «В центре событий». В честь Дня учителя в одной из гимназий Сургута наградили лучших работников сферы образования. Грамоты и благодарственные письма от профильного регионального департамента вручили самым инициативным и талантливым сотрудникам школы детских садов города. Причем тех, кого хотелось бы отметить, выбирали сами коллективы учреждений. Всего наградили около 200 человек. С праздником учителей поздравила директор департамента образования Сургута Татьяна Османкина. Действительно, нам есть кем гордиться и результатами труда, конечно же, погордиться мы можем данных учителей. Поэтому в преддверии нашего замечательного праздника хочу всех сердечно поздравить с Днем Учителя, пожелать всем творческих успехов, здоровья, социального оптимизма. Ко Дню Учителя в Сургуте во второй раз прошел слет молодых педагогов вектор роста. Новеньким работникам сферы образования предоставилась возможность поработать с экспертами в профильной области и поделиться профессиональными навыками. Кристина Семенюк продолжит. Система образования, как и другие сферы жизни, постоянно меняется и модернизируется. Слет молодых педагогов стал своеобразной площадкой для повышения квалификации специалистов. Вектор роста – это не только встреча единомышленников, но и возможность переродиться и профессионалам, и новичкам. Мы создали коммуникационную площадку для ребят, как в старые добрые времена. И мы верим в то, что взрыв мозга произойдет здесь, на этом мероприятии. Мы верим в то, что коммуникации между людьми, которые возникнут, они обязательно к чему-то приведут, к совместным проектам, к обмену информацией, к обмену мыслями. Инициатором создания слета молодых педагогов выступил именно Виктор Буртный. Его инициативу поддержал и Департамент образования Сургута. Я искренне верю, что система образования города Сургута прирастет вашими хорошими мыслями, идеями, вашим трудом, вашей профессиональной компетентностью, а впоследствии мастерством. В прошлом году педагоги прорабатывали позицию лидера мнений, навык проактивности, умение предугадывать тренды. В этот раз задача слета куда амбициознее – сделать более четким понимание развития образовательной сферы. Первый слет дал много, кучу эмоций положительных, получила знакомство с новыми коллегами. Мы участвовали в различных бизнес-тренерах, мастер-классы проходили различные, приезжали разные тренеры с различных городов. Кому, как не педагогу, знать, как можно привлечь внимание ребенка. Весело из пользы провести время, находясь в любом месте города. Рената показала нам один из таких способов. Представляем, что это аквариум и рыбка. Если рыбка выплывает, значит хлопаем. Если рыбка не выплывает, значит не хлопаем. Эта игра еще идет на внимательность. Очень хорошо. Допустим, раз – выплыва, хлопаем. Кстати, для работы с молодыми педагогами на слет приехали эксперты из Москвы, среди которых специалисты в области развития гениальности, менеджмента в образовании и по вопросам управления изменениями. Я каждый год все острее и четче, так сказать, ощущаю тот запрос, который есть у родителей в школе. И я хочу сегодня поделиться тем, что мы, родители, ждем от них, от педагогов и от школ. И надеюсь, совместными усилиями мы сможем придумать, какой школа должна быть. Это только второй слет молодых преподавателей. И говорить о каких-либо значительных изменениях пока рано. Однако, первые результаты уже есть. Можно мерить в оценках, можно мерить еще в каких-то критериях. Ну, допустим, такой критерий, как кадровый рост молодых педагогов. Совершенно очевидно, что он у нас произошел после нашего первого слета. Кристина Семенюка, Гамзат Магомедов, Сургут, Интерновости. В нашем городе проходит акция «Стань заметнее на дороге». Мероприятие рассчитано на профилактику ДТП с маленькими пешеходами. Акцию поддержали многие ведомства, заинтересованные в безопасности детей. Среди них городской департамент образования, ГИБДД и депутаты. Это нужно для того, чтобы вас заметили водители за машиной. Он отражает свет от фар, и водитель может вас видеть в темноте. Еще можно их на портфеле, на велике прикреплять. В акции «Стань заметнее на дороге» принимают участие все начальные школы города. В каждом учреждении три номинации – «Самый яркий пешеход», «Самая яркая семья», «Самая яркая школа». Победители примут участие в городском конкурсе. Хочу сказать, что родители очень заинтересованы в этой работе, и многие семьи хотят поучаствовать именно всей семьей. И включить в этот конкурс не только тех ребят, которые учатся именно в нашей школе, но и младших своих детей. Сделать фликеры на всю семью, чтобы семья, когда двигается по улице в темное время суток, была видна со всех сторон. «Стань заметнее на дороге»! За 8 месяцев этого года на территории нашего города произошло 44 дорожно-транспортных происшествия с детьми до 16 лет, в которых 46 детей получили травмы, и двое детей погибли. В прошлом году тоже произошло 44 ДТП, и 45 детей получили травмы. Чтобы улучшить печальную статистику, требуется немало усилий – и от взрослых, и от детей. Малыши понимают важность здоровой пропаганды, и у них этой осенью даже состоялся 4-й городской слет отрядов «Юные инспекторы дорожного движения» на базе Центра детского творчества. Ребята резюмировали, что в каждой школе должны быть автогородки, и желательно крытые, чтобы отрабатывать ПДД, можно было круглый год. Екатерина Любешева, Вячеслав Ширкунов, Сругут Интерновости. Международный арт-фестиваль «60-е параллель» продолжает удивлять. На сцене Сургутской филармонии выступил квартет имени Давида Уистраха. Многолетняя творческая дружба позволила создать уникальный ансамбль, объединивший в своем составе признанных мастеров квартетного искусства во всем мире. Кроме того, сургутянам выпала возможность услышать инструменты знаменитых итальянских мастеров XVIII века. Музыка действительно это международный язык интернациональный, который все понимают, и который объединяет всех. И в частности, вот сейчас это такая немножко сложная политическая ситуация в мире существует, но вот, например, такие международные проекты, как этот фестиваль, это своего рода такой ответ санкциям. Сургут стал первым городом в России, где открылась виртуальная выставка Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина. Стоит отметить, что до этого Питерское учреждение культуры сотрудничало только со странами ближнего и дальнего зарубежья. Основное отличие экспозиции от традиционной – это доступ через интернет к уникальным рукописям писателя. Посмотреть часть экспонатов, например, перо Александра Пушкина, можно уже сейчас, в Центральной библиотеке нашего города. В полную силу проект заработает в следующем году. Кстати, несмотря на географические сложности, расстояния между Петербургом и Сургутом проблем с открытием выставки не было. Мы, наверное, немножко романтики, потому что мы живем по принципу культура и литература не знают границ. Географических сложностей нет. В субботу волейбольный клуб «Газпром Югра» сыграл первый матч в рамках чемпионата России. На площадке новоуренгуйского газодобытчика наша команда провела встречу с «Факелом». Отмечу, что состав команды соперника заметно помолодел и практически полностью обновился. У ямальцев заявки значились только пять известных в Суперлиге фамилий. «Факел» решил сделать ставку на молодежь, и большинство спортсменов перешли в основную команду из «Зумбуэл». Например, Илья Власов, Егор Клюка, Максим Максименко. Энергия молодых игроков еще и на домашней площадке принесла свои плоды. Матч завершился со счетом 3-2 в пользу «Факела». Впрочем, в первом туре «Газпром Югре» все же удалось положить в свою копилку одну очко, и это тоже неплохо. В среду сургутяне на выезде сыграют против пермского «Прикамья». Нашей телерадиокомпании стало известно, что в этом матче за «Газпром Югру» сыграет новый «Диагональный». Кто станет еще одним игроком нашей команды, мы расскажем в следующих выпусках программы «В центре событий». Первая игра и первая победа. Баскетбольный клуб «Университет Югра» в стартовой встрече чемпионата Суперлиги на своей площадке принимал дебютанта дивизиона – столичный клуб МБА. Дмитрий Круковец побывал на матче. «Гости из Москвы укомплектованы по большей части столичными молодыми воспитанниками. А система клуба МБА, по сути, еще один последний этап подготовки баскетбольных кадров к выступлениям в элите. Впрочем, и сейчас команда способна дать бой каждому сопернику». «Я предупреждал, что игра будет тяжелая, потому что ребятам терять нечего, они будут все выжимать из этой игры, но так и получилось». В первой четверти на площадке абсолютно равная игра, хотя университет явно опытнее и совершает меньше ошибок. К большому перерыву студентам немного удается выйти вперед. «Москвичи» не реализовали в концовке второго отрезка игры несколько атак – 47-42. «То, что разобрали, получилось, но какие-то неожиданности они нам все равно преподнесли, мы к ним не были готовы, поэтому пропустили такие обидные из-под кольца мячи, поэтому чуть-чуть нам не хватило концентрации, конечно, и много своих собственных не попали бросков свободных». Три игрока претендовали на звание лучшего снайпера матча в списке привычных лидеров Никола Лепоевича и Антона Геев, но конкуренцию им составил новичок команды «Форвард» Максим Захаров. «Больше готовились к Лепоевичу, Захарову так вот, не думали, что он такой результат покажет, но видно было, что он горел сегодня». К концу матча, казалось, лидерство университета было неоспоримо. С точным попаданием из-за трехочковой дуги за четыре минуты до финальной сирены все того же Захарова счет стал 82-71. «В принципе, по всем показателям мы выиграли, по статистическому, у нас было очень много ошибок только, вот в чем проиграли, а они просто хорошо попали, то есть достаточно хорошо попали и все». За 30 секунд до окончания основного времени гостям удалось сократить отставание до четырех очков. Игроки МБА применили стратегию тактических фолов, но успеха она не принесла. Антон Агеев четырежды с линии штрафных был точен, а вот гости в своих атаках напротив. «88-82» в пользу университета. «Кое-что будем разбирать, работать над ошибками и в дальнейшем постараемся их избежать, чтобы не доводить до таких валидольных концовок игру. В принципе, первая игра, она первая игра». Благодаря первой победе университет вошел в группу лидеров, состоящую из шести команд. Следующие четыре встречи в Суперлиге наша команда проведет на выезде. Ближайшая из них 15 октября против Рязани. Дмитрий Круковец, Сергей Котов, Сургут Интерновости. На этом у нас все. Благодарю за внимание. Вечером новостей будет больше. Каждое утро у нас на столе свежее молоко. Я люблю свою деревню. Першинское молоко. Пить полезно, жить легко. Уже пять лет мы вместе с вами. Мы благодарны вам за это. Паларис. Отель и ресторан Паларис. Безубличный отдых в атмосфере роскоши и душевного гостеприимства. Для вас, как всегда, все самое лучшее. Шикарные номера, изысканные блюда и великолепный сервис. Приглашаем. Проспект Мира 6, дробь 1. Почувствуйте волшебство тепла. Прикоснитесь к уютной нежности. Откройте Текстильный дом Спрос. Грандиозный ассортимент текстиля для создания домашнего уюта. Одеяло, подушки, полотенца, пледы и многое другое. Продажа оптом и в розницу. Акции скидки. Текстильный дом Спрос в Сургуте, улица Базовая, 15. Потрясающая меховая история. От салона кожи и меха Челси. Греческие шубы из норки, лисы, соболя, куницы и ласки. Кожаные куртки и дубленки производства Турции. На изделия из кожи скидки до 50%. Действует рассрочка. Приходи в Челси. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Информация о погоде на 6 октября в студии Елена Ливанова. Меховое изделие от Солени Коллизионе. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, пульсированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Улица Гагалина 8, улица Лермонтова 11, дробь 5. На погоду в Приобе оказывает влияние циклон, поэтому в регионе прохладная и слякотная погода. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях олночно с прояснениями пройдут осадки. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, плюс 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В сети салонов обуви «Саламандр» – большое поступление мужского и женского ассортимента из Германии и Финляндии. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитный фон неустойчивый. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба. Теплее одевайся! Раз, два! Теплые наряды для игр и радости уже в «Карапузе». Новые, модные, стильные, удобные. «Карапуз». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Фабрика комфорта. Воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. Осенние предложения от фабрики комфорта. Только до 15 октября. Наши услуги в два раза дешевле. Салон меха и кожи «Солени Коллизионе» предлагает коллекцию нового сезона для мужчин и прекрасных дам. Стильные вещи и приятные цены порадуют вас. Приходите за покупками в торгово-развлекательные центры «Вершина» и «Сургут Ситимол». «Солени Коллизионе» согреет вас в любую погоду. Я желаю вам безоблачного настроения и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok